Девушки отдыхают И сегодня мы не только увидим новые сюжеты на новогоднюю тематику, но и пообщаемся с каждым редактором лично. Итак, сегодня мы увидим. Наша Катюша решила составить свой чарт лучших новогодних композиций. В этом ей помогли гомельские музыканты. В общем, послушаем, посмотрим, даже можно немного потанцевать. Саша, как обычно, поведает нам о современных технологиях. В новом году, поверьте, их будет немало. Итак, наша Вера знает, что необходимо сделать для того, чтобы внутри появилось чувство предстоящего праздника. В общем, будем вместе с ней заниматься подготовкой к Новому году. Все ждут новогодних подарков от своих близких. Однако многие очень долго ломают голову, что же подарить. Наша Катя поможет вам советом в рубрике «Зачетная тема». А у нас в гостях прекрасный молодой человек по имени Александр Лексам, как он себя называет, Алекс, ведущий рубрики «Анова». Саша, привет. Привет, Леша. И сразу к тебе такой вопрос. Ты себя позиционируешь, ну, в рамках нашей передачи, как знаток IT-технологий. Скажи, а сам в жизни чем ты пользуешься? Телефон, обычный телефон. Здоровский, все хорошо. Да, похож чем-то на продукт компании «Эппл». Но на самом деле это «Э-Т-Е». Я понял. Ну, тоже хороший, вполне адекватный молодой. Да, нормальный. Но на самом деле я также приверживаю не все-таки старых моделей телефонов. Почему? Пять лет я прожил в Сибири. У тебя даже с собой. Есть. Я специально взял для программы. Это, ну, наверное, не страсть, а необходимость, может быть, привычка. Я пять лет прожил в Сибири. Ребят, он еще двухсилочный. Да, Samsung DOS. Хорошая модель, и вот мороз, и даже в мороз можно достать, и... Да тут кулаком можно набирать, я тебе скажу. Да, выдержит любой удар. Молодец. Здорово. Я даже немножечко тебе позавидовал, такому телефону. А камера есть? Нет. Нет. Поэтому он и держит неделю заряд аккумулятора. Ага. Да, то есть очень... Особенно в командировках. Ну, вот, один сядет, второй всегда под рукой. Ты же знаешь, что сейчас вот в соцсетях везде, в принципе, очень модные стартапы. То есть человек говорит, вот, занимайтесь этим, и вот так, вот так, вот так вот нужно сделать. У тебя, может, какие-нибудь идеи есть? Ну, Леша, у меня кроме журналистских идей, в принципе, других идей нет. Вот так. Ну, что касается стартапов, стартапов действительно сейчас очень много. Люди по-разному пытаются себя реализовать, вплоть от изобретения каких-то конкретных устройств, да, до каких-то вообще космических проектов. Вот, например, последний, ну, один из последних стартапов, о котором я считал, сотрудники одной из российских компаний решили ответить на вопрос, а были ли американцы, астронавты американские, на Луне высаживались на Луне. Ну, ты, наверное, знаешь, что, да, после первой высадки астронавтов на Луну, через 25 лет стали говорить о том, что этого не было. Да, да, да. Я даже не знаю, что недавно появилось сети видео от Стэнли Кубрика, будто в 99-м году он... Всё это снималось здесь, да? Да, 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 да. Конечно, много... Хотя уважающиеся астронавты утверждают, что так могут говорить только невежды, да, вот, но, тем не менее, эти сотрудники одной из российских компаний уже собрали более 100 тысяч долларов, и в 2020 году они собираются прикрепить множество высокочувствительных камер на борт космического корабля, который совершит вот полёт к Луне, и таким образом исследовать поверхность Луны и собрать свидетельство, были ли там эти астронавты. Хорошо, у меня ещё вопрос касаемо IT-технологий. Я знаю, что ты рассказывал про разного рода приложения, правильно? Да, конечно. Очень часто. Вот, а какими приложениями ты сам пользуешься? Ну, стандартными приложениями Google, различными... Много у меня игрушек на телефоне. Да. Ну, разные антивирусные программы. Ну, в принципе, как бы небольшой набор. Наверное, мне не позволяет моя работа так вот прямо погружаться. Хотя я очень рад, что я стал вести эту рубрику, много чего узнал о новинках, вообще о приложениях. И в процессе, пока я вёл эту рубрику, я два раза поменял мобильный телефон. Один раз потому, что я его потерял, второй раз потому, что захотел себе получше что-то. Здорово. Ну, а что сегодня? Что сегодня? Сегодня в рубрике «Нова» я расскажу о наших гомельских программистах, которые разработали интересное приложение, называется «Улицы героев». Ух ты! Об этом подробнее, наверное, в сюжете всё-таки. Ну, да, да, да. Лучше так. Давай посмотрим. Спасибо, что пришёл. Вместе смотрим. На вид обычные студенты, но уже программисты с практическим опытом работы. В рамках проекта «Сто идей для Беларуси» эти ребята, учащиеся университета имени Павла Осиповича Сухого, вместе с педагогом по информатике разработали необычное и, на наш взгляд, очень полезное приложение. Мы решили, что для молодого поколения, которое очень любит свои мобильные телефоны, да, очень любит закачивать туда различные приложения, решили вот, значит, разработать такое приложение, которое будет иметь не только развлекательный, ну, точнее, не сколько развлекательный контент, сколько обучающий и такой воспитательный, да. Называется приложение «Улицы героев». Идея проста – познакомить всех гостей и жителей областного центра с биографией героев Великой Отечественной войны и выдающихся личностей в истории. Спал по 4 часа в день, то есть без исключения, то есть каждый день это работа. Ну, не каждый день. Первую неделю мы думали, что времени ещё много и, как бы, думали, ну, в планах, так планы строили, а потом смотрим, две недели осталось. Всё, и делать надо, и времени нету. Принцип использования приложения просто. Один раз его открыл, кликнул на необходимую улицу и прочитал всё о человеке, в честь которого она названа. Здесь же крупные фотографии героев и для удобства расположение улиц на карте. Это интересно создавать подобное? Конечно, это очень интересно, и во время создания ты получаешь множество полезных навыков, которые пригодятся в будущем. Чувствуете себя творцом? Конечно, есть такое ощущение, что создал что-то реально полезное. Как признаются ребята, на разработку ушло несколько недель, а вот программу для приложения написали за 7 дней. Получилось именно вот так вот, как и в идеале хотелось сделать. Было много версий, что не получится их сделать, а вот как-то и получилось. Чтобы сотворить что-то новое, надо иметь желание поставить себе цель и запастись терпением. Своим продуктом, признаются гомельские айтишники, они довольны. Можно было бы создать такие небольшие QR-карточки, так, на улицах города. Имея это приложение, считывая эти специальные QR-коды, можно было бы читать карточку героя, да, вот Великой Отечественной войны. И, значит, изучать тем самым историю, изучать тем самым историю не по книжкам, да, по каким-то журналам, газетам. По книжкам тоже надо, да, в том числе, но и в том числе с помощью такого приложения. В планах разработчиков также перевести приложение на несколько иностранных языков, сделать его доступным в Google Play и разработать подробную информацию с названиями улиц-героев для всех городов Беларуси. Ну и, конечно же, победить с этим приложением на республиканских конкурсах. А у нас в гостях в студии Зачёта ведущая рубрики «Поверь, Верия» Верочка. Привет! Привет, Лёша! У меня сразу такой вот вопрос, такой каверзный немножечко. Учитывая называние твоей рубрики, тебе когда-нибудь не верили? Ты знаешь, наверное, в жизни всякое было, но я стараюсь всегда говорить правду и искренне надеюсь, что люди мне верят. В рамках нашего проекта «Зачёт» ты занималась очень многими вещами. Вот я помню, ты бегала на каблуках, археологические раскопки тоже помню, сусопросы. А тебе самой что больше всего понравилось? Ты знаешь, мне нравилось абсолютно всё, что я делала. Всё это было новенькое. Мне очень понравилось кататься на лошадях. Туристическая трасса – это было просто что-то невероятное. И, в принципе, всё, что я делаю, мне всё нравится. Вот так вот, да? Я тебе скажу одно. Мне больше всего понравились твои соцопросы. Ты ходила по городу, задавала разного рода вопросы. Каверзные. Ну, конечно. И вот оставила в неловкое положение любых прохожих, в принципе, да? Я, пользуясь случаем, хотел бы с тобой вот такой вот соцопрос провести и поставить в такое же положение и тебя. Как ты на это смотришь? Ну, давай попробуем. Ну, ты в основном задавала вопросы касательно Гомеля, да, насколько я помню? Ну, там были три пункта вопросов – касательно Гомеля, касательно Беларуси и общей эрудиции. Ну, у меня подготовлены вопросы, наверное, только касательно Гомеля. Но всё равно. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. И, в принципе, они касаются ещё области. Вот такой первый вопрос. Самая знаменитая деревня в нашей области, по твоему мнению. И почему? Ерёмина. Ерёмина – это почему? В области или в Гомельском районе? В области. Ну, может быть, Юровичи тогда. Я туда ездила, там копала. Может быть, поэтому… Ну, конечно, не поэтому знаменитая. Она знаменитая, потому что там было первое поселение. Ну, я тоже туда как бы приложила. Вошла в историю. На самом деле, это деревня Погост. Точно. В Глобинском районе. Это местечко вошло в рейтинг CNN, где лучше всего праздновать Новый год и Рождество. Там просто уникальные традиции по празднованию щёдриков, колядок. Вот так вот. Едем. Едем, конечно. Но сначала второй вопрос. Как ты думаешь, сколько памятников Румянцевым и Паскевичем было до революции? Ты какие-то абсолютно каверсные вопросы задаёшь. Я даже не могу представить, но поскольку это был очень, наверное, популярный человек в нашем городе, нисколько. Правильно, на самом деле, ни одного. Следующий вопрос. Ты же знаешь, что наш город поделён на районы. Раньше совершенно по-другому было деление. Да. И назывались районы по-другому. Я сейчас назову четыре. Одно из названий я придумал. Тебе нужно исключить это название. Итак, районы назывались Америка, Азия, представляешь, Кавказ и Африка. Какое из них лишнее? Я даже сейчас не могу предположить, по какому принципу они так назывались. Но мне не нравится Африка. То есть мне Африка нравится, но мне кажется, что в этом списке она лишняя. Ну, ты правильно ответила. Ура. Америка находилась в центре, насколько я знаю, где-то возле улицы Интернациональной. Азия, если честно, не помню. Я недавно читал об этом. И третья, Кавказ, это возле Подгорной улицы. Тоже такой район находился. Ты точно ничего не придумал? Совершенно нет. Хорошо, я тебе верю. Хорошо. Надо было мне всё-таки ввести свою рубрику. Хорошо. И дополнительный вопрос. Пока я веду 3.0, ты помнишь, да? Да, конечно. Что находилось, по твоему мнению, в начале 20 века на месте стадиона Центрального? Ага. Угу. Ты знаешь, у меня нет никаких предположений. Рынок вряд ли, мне кажется, слишком далеко. Угу. Ну, может, поле. Нет, на самом деле там был парк и велотрек, представляешь? Велотрек. Да, да, да. В начале 20 века. Ну, ладно, я тебе опять же верю. Хорошо. Соцопрос закончен, ты справилась просто великолепно. Спасибо. Но у меня к тебе такой вот вопрос. Что ты подготовила вот к этой передаче? Ты знаешь, Лёша, поскольку программа у нас праздничная, я решила своими вот этими ручками украсить дом. Угу. Мы сделаем рождественский венок, эко-композицию и красиво упакуем подарки. Оу, с несерпением хочется увидеть. Спасибо большое, что пришла, и давайте вместе посмотрим. Давай. Каждый год 30 ноября я даю себе обещание, что встречу Новый год спокойно. То есть куплю заранее подарки, украшу дом, и всё будет у меня хорошо. Ближе к Новому году я понимаю, что у меня абсолютно ничего не готово. В этом году я решила нарушить эту традицию. Сегодня я пришла в гости к флористу-декоратору Дарье Рудых. Именно она научит меня, как правильно создать новогоднее настроение дома. Начинаем с создания рождественского венка в модном нынче эко-стиле. Нам понадобится вот такая вот для основы лоза. Это могут быть любые гнущиеся ветки. Это может быть ветка ивы, это может быть ветка березы. Такие ветки легко гнутся. Соединяем обыкновенной вязальной проволокой в двух местах. Проще простого. Ничего страшного нет, если он будет немножечко неопрятным выглядеть, торчать. Вот так модно сейчас как раз-таки непрятные венки. Это как раз-таки то, чего мы хотим добиться. Следующий этап – украшение нашего венка. Создаем на свой вкус композицию из веточек различной хвои. Трех видов будет достаточно. Закрепляем опять же проволокой или любым быстросохнущим клеем. Когда ты делаешь венки, много остается хвои вокруг? Ну, как тебе сказать, весь материал, который остается, даже самый-самый маленький, он всегда где-то используется потом. То есть безотходного производства нет. Нет такого, что ты просыпаешься, у тебя в постели глупо? Бывает. Бывает и такое. Вот это жизнь флориста. Поскольку венок праздничный, его полагается украсить. Вход идет всем – шары, ленты, бусы. Только ваша фантазия и ничего больше. Вот такой венок у нас получился, ну, наверное, даже минут за 15-20. Абсолютно простая и очень красивая композиция, которая может занять свое главное место в доме. Венок – это все хорошо, но хотелось бы еще как-нибудь украсить стол. Даша, что ты можешь посоветовать? Сегодня, Верочка, я тебе покажу, как очень интересно можно создать композицию на стол. Понадобится, собственно, опять хвоя. Остальное легко купить в магазине – декоративное блюдо, три свечи и флористическая губка. Чего она нам нужна? Чтобы композиция из наших растений простояла как можно дольше. Губку вырезаем под размеры блюда, смачиваем в воде. Вырезаем отверстия под свечи, устанавливаем их. А дальше опять украшаем различными веточками. Это самшит, это я точно знаю. Самшит произрастает. Он везде произрастает. Это вечно зеленый кустарник. Ну, слава богу, хотя бы пошла елка, пихта. А то как-то все какие-то непонятные наши кустарники. Последним штихом у нас украшения вот такими вот бусинками. Даже без бусин. Но лучше. Такая композиция может стать главным украшением стола. Главное не забыть на этот стол поставить что-нибудь съестное. Дом украшен, осталось купить и красиво упаковать подарки. Как это сделать с наименьшей тратой времени, и чтобы это получилось очень красиво. Сейчас я тебе все покажу. Значит, допустим, под наш подарок мы сейчас будем упаковывать в правду бумагу. Это, насколько я знаю, сейчас самое популярное. Самое популярное. Главное помнить, не так важна техника упаковки, как последующее оформление. Если речь идет об экостиле, то здесь опять же идеально подходят различные ленты в сочетании с бечевкой. А украшением опять становятся различные веточки, шишки и шары. Абсолютно за 2-3 минуты у нас получился красивый подарок. Ну, подарок, конечно же, красивая упаковка в экостиле. К встрече с Новым годом мы готовы. Все оказалось гораздо проще. Глаза боятся. А руки делают. С наступающим всех Новым годом. Всем пока. В преддверии праздников я с нетерпением жду, когда отправлюсь по магазинам в поисках подарков для близких мне людей. Однако перед этим я невероятно много времени трачу на обдумывание вопроса. А что подарить? Не знаю, как у девушек, но у парней, мне кажется, практически у всех такая проблема. И что мы делаем, как вы думаете? Конечно же, идем в магазин и уже не думая покупаем какую-то ерунду. И дарим это своим девушкам, которые зачастую не в восторге от таких вот презентов. Чтобы не попасть в просаг, предлагаю посмотреть рубрику «Зачетная тема». Считается, что не всякий подарок может принести человеку радость. Некоторые из них могут негативно сказаться на его жизни. А любые неприятности будут списываться на ваш презент. Часы, колющие, режущие предметы, посуды, носовые платки, всем известные вещи к расставаниям, бедам и слезам. Не стоит дарить ей зеркала. Это окно в другой мир, и его обитатели могут принести беду. А из-за подаренного кошелька можно потерять денежную удачу. Тем не менее, в этот Новый год весьма актуальный подарок. Еще подарок для своей девушки – кошелек для монеток. Говорят, примета плохая, но если положить монетку, будет хорошо. В подарок девушке лучше избегать косметики и парфюмерии. Во-первых, дело очень личное, а во-вторых, это может привнести в отношение эффект обмана и лицемерия. Если не хотите, чтобы подружка скрывала от вас мысли и чувства, не дарите ей шкатулок. Кроме того, не лучший сувенир – куклы, особенно фарфоровые. Считается, что так можно перенять судьбу создателя статуэтки. На Новый год мне бы хотелось получить черную магнитную доску для рисования или, возможно, плед с рукавами. Еще было бы неплохо термокружку или USB-нагреватель для чашки и маску для сна. Мужчинам не стоит дарить зажигалки, портсигары и шарфы. Все это ухудшит отношения. О банальных гелях для душа, шампунях и прочих банных средствах им вовсе лучше забыть, если не хотите, чтобы человек в прямом смысле не смылся с вашего горизонта. Пару лет назад на Новый год довольно неожиданно было получить гамак. Влюбленным лучше не дарить друг другу книги, варежки, фотографии и полотенцем. Все сулит измены, разлуку и проблемы. И, кстати, подарить любимому носки к расставанию. Ищу на Новый год парню подарок. Смотрела в интернете, вот можно картинки или парашют, ничего не могу найти абсолютно. Зашла в магазин посмотреть спортивный товар. Я думаю насчет коньков. Кстати, передаривая вещь, вы можете потерять энергетическую связь с тем, кто вам ее подарил. Но есть ситуации, когда дареное можно передаривать. Например, когда в семье что-то передается из поколения в поколение. В этом случае подарок сможет защитить от бед. В преддверии Нового года я становлюсь особенно внимательной к своим друзьям, стараясь записывать их желания и к Новому году их исполнять. Такой своеобразный Катя Дед Мороз. Чтобы избежать негативного действия сувениров, взамен достаточно дать монетку. Дарите подарки от чистого сердца, получайте желаемое, делитесь теплом и любовью. А у нас в гостях в студии зачета прекрасная девушка Катюша, ведущая рубрики «Послушай с Катюшей». Спасибо за такое представление. Всем привет. Привет, привет, Кать. Я думаю, что ты самый главный меломан в нашей передаче. И сразу такой вот вопрос. Ты хоть сама играть на каком-нибудь музыкальном инструменте умеешь? Ты знаешь, если я начну тебе рассказывать о том, что когда-то практически закончила музыкальную школу по классу фортепиано, наверное, это будет скучно. И нашим телезрителям, и тебе, да? Поэтому, наверное, я начну рассказывать о том, что за время съемок программы «Зачет» мне практически удалось овладеть такими инструментами музыкальными, как барабан и гитара. Ух ты! В общем, там герои моей рубрики демонстрировали мне азы, преподавали игре на этом инструменте, на этих инструментах. На самом деле, это моя мечта. И барабаны, и гитара. Хочу научиться. Но я не умею играть вообще ни на каком музыкальном инструменте. Слушай, не скромничай, все впереди. У тебя еще ты молодой, задорный, полон сил. Хорошо, не буду спорить. Кать, а петь умеешь? Слушай, это достаточно личное, поскольку... Ну, в караоке по-любому было. Конечно. В караоке практически любимое заведение, куда мне нравится ходить с подругами. Но, опять же, что касается песен, да, и кроме этого, однажды я даже занималась профессиональным вокалом. Но после этого поняла, что, ну, наверное, все-таки не мое это, и так развить свои способности мне не получится, как бы мне этого хотелось в плане вокала. Я понимаю. То есть ты все-таки отдала предпочтение журналистике, а не вокалу. Ну, как видишь. Жалко. Я бы, на самом деле, на тебя посмотрел на сцене, как ты поешь, с каким-нибудь кавер-бэндом. Если только ты будешь на подпевках. На бэк-вокале. На бэк-вокале, хорошо. Когда меня не будет слышно, возможно. Как у главного меломана нашей передачи, хочу у тебя спросить. А сама какой жанр ты предпочитаешь больше? Какое направление будет? Ну, знаешь, к этому времени, кстати говоря, мне уже удалось определить, что мне ближе по душе. Но, наверное, это все-таки зависит от настроения и от пары года. Потому что вот летом мне больше нравится слушать, ну, наверное, пляжную музыку. И находиться на пляже. И танцевать под нее на пляже, да. Осенью мне ближе что-то более меланхоличное. Под чашечку кофе, да, с пледиком. Да, 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 да. Ну, это может быть джаз или, ну, или, скажем, какие-нибудь зарубежные хиты, да. И, в общем-то, зимой, наверное, тянет больше слушать классику, да. Какие-то классические произведения. Может быть, они помогают согреться в зимнее время. Вот. Ну, в новогоднее время зимой, естественно, старое, доброе, вечное, новогоднее. Кстати, Леш, какая твоя новогодняя любимая песня? Новый год. Новый год у меня ассоциируется всегда с советскими фильмами. Я уже как-то говорил об этом в нашей передаче. И сразу вспоминается фильм с легким паром или «Ирония судьбы». Там главная героиня исполняла роман. Помнишь? Леша, напой, пожалуйста. Вот мы как раз проверим твои способности певчески. Нет, нет, нет. Это я не буду петь. Но зато я знаю, что ты сама составила новогодний хит-парад, правильно? Это правильно. Поэтому предлагаю тебе и нашим телезрителям послушать его и посмотреть. Согласен полностью. Спасибо, что ты пришла к нам на передачу в гости. Тогда, пожалуйста, спасибо. Очень приятно. И давайте вместе посмотрим. Ну что ж, а я уже в поиске новогоднего и музыкального. И предлагаю нам с вами прямо сейчас послушать топ новогодних хитов от творческого коллектива телерадиокомпании «Гомель». Маленькой ёлочке холодно зимой. Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре. У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила березовой кадушке. Новый год к нам мчится. Скоро всё случится. Сбудится, что снится. А что там дальше, я не знаю. Что для вас настоящее веселье, настоящий праздник? Во-первых, настоящее веселье должно быть в компании самых близких, самых дорогих друзей. И обязательно под хорошую музыку. Исключительно держа в руках палочки. Барабанщик такая, ну, может быть и китайский, но у меня такие вот, такие вот из разных порог дерева, да, которыми стучат в барабан. Исключительно работаем, поэтому веселье тут уже будем совмещать. Вот тяжела жизнь музыканта всё-таки, да, тяжела? Ну, честно говоря, вот если не шутить, то мы просто приходим, падаем лицом в подушку, чтобы поспать два часа и побежать снова на репетицию, снова к инструментам, снова к игре, чтобы потом подарить хорошую качественную музыку своим слушателям. Просто кто-то падает лицом в подушку, а кто-то лицом в оливье. Отдыхаем мы по-разному. Признавайтесь, какой ваш любимый коктейль в новогоднюю ночь? Наверняка Б-52. Ну, это провокационный, провокационный вопрос, конечно же. Самый зажигательный коктейль это Б-52. Я сейчас говорю не про напиток, конечно же, это наш ковербэт. Самый лучший коктейль это любой коктейль под Б-52. Телезрителям программы зачет в новом году. Что бы вы пожелали? Мы хотели бы пожелать, чтобы вы получали удовольствие от того, что вы делаете так же, как и мы получаем удовольствие от общения с вами, дорогие зрители и слушатели. Чтобы в новогоднюю ночь не болела голова топ новогодних хитов от Б-52. Столь ботных магазинов, длинных лимутинах, пришла в эту зиму, шипнула тороплюсь, прыгнула в машину, ты как всегда спешила, ты все сама решила, но я тебя люблю. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был топ новогодних хитов от гомельской команды Б-52. В общем, можно сделать вывод вкусу всех, разные музыкальные предпочтения тоже. Важно другое. Все герои моей рубрики идут с песней по жизни. Пусть лучшее, о чем поется в песнях, обязательно случится с вами в 2016-м. До новых встреч в новом году! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все! Наш новогодний выпуск зачета подошел к концу. Всех с наступающими праздниками! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши заветные мечты. Но учтите, чтобы мечты сбывались, нужно идти им навстречу. В общем, всем необходимо желание двигаться вперед. И только вперед! Этого я вам и желаю. Меня зовут Леша Каверин. Всем удачи! Пока-пока!